Это голосовой чат. Мать его голосовой чат. Я, ребята, сразу подумал, что охренеть будет, ребята, система Кика. Можно будет стрелять по своим. Здарова всем, ребята. Кента пока на проводе. И прямо сегодня мы с вами поговорим про обновление 0.11.0. Да-да, именно про это обновление. У меня, ребята, есть очень много разной инфы, не слитой, не бояновой, реально крутой инфы. Поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, кто ждет это обновление, поставьте лайк. Вот реально проверим, сколько нас, а вдруг обновление реально выйдет раньше. Ну, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента пока. Ну что же, присаживайтесь поудобнее и, ребята, удачного вам просмотра. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на стеди дроп, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Стеди дроп – это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Ну что же, начнем с классики. Это, ребята, рейтинговые игры. Да-да, именно матчмейкинг, именно рейтинговые игры. Все мы их ждем и, мало ли, кто не знает, я думаю, уже все знают, то, ребята, рейтинговые игры уже тестируют. Я лично являюсь тестером рейтинговых игр, я их тестирую и скажу так, что, в принципе, очень-таки неплохо. Ну а теперь, в чем суть рейтинговых игр? Чем лучше ты их проводишь, чем лучше ты играешь, то тем лучше ты получаешь звание. Вот, ребята, вы видите на экранах все возможные и все доступные звания. Самое крутое звание – это вот это самое правое. Я не знаю, как оно называется, возможно, глобал или еще как-то. Я, ребят, не буду врать, я лично не знаю. Ну а теперь, как это отображается? Вот, ребята, мы нажимаем кнопочку статистика и мы видим, что видно ник человека. Дальше, справа от ника видно медаль. И еще справа видно ваш ранг. Вот, как видите, у парня с командой спецназа, третий по списку, вот у него справа, ребят, я не знаю, как называется данное звание. Кто его знает, напишите, пожалуйста, в чате. Ну, вот так будет все реализовано. Также, ребята, если будут читеры, возможно, такое, что будут читеры, будет, ребята, система кика. То есть вы выбираете человека, которого хотите кикнуть, и если все проголосуют «да», то его кикает. Все предельно просто и очень полезно. Также, немаловажно, с рейтинговых игр нельзя выходить, потому что если вы выйдете с рейтинговых игр, то вы получите временный бан. Поэтому мой вам совет – не подводите команду и не выходите. Ребята, скоро вам расскажу про самое сладенькое, пока что просто ждите. Но давайте перед этим я вам напомню то, что есть такая штука, как новый секретный нож под названием «Нож-бабочка». И да, он тоже будет в обновлении с вероятностью в 95%. Ну что же, а теперь мы, ребята, приближаемся к самому-самому интересному. Это новое оружие. Какое оружие будет с вероятностью в 95%? Ребята, мои люди разархивировали файл бета-теста, и вот, что они там нашли. Они нашли вот это вот оружие под названием «Тег-9», которое вы видите у себя на экранах. Как же он выглядел? Вот, ребята, вот, разархивировали файл, и тут мы видим. Мы видим полностью всю анимацию на оружие «Тег-9». Значит, делаем выводы, что с вероятностью в 99% будет это замечательное, крутое и просто нереально офигенное оружие. Ну а теперь я вам расскажу, почему я решил снять это видео, и самое-самое интересное. Недавно мне в ВК написал мой подписчик, что он потратил 4 часа времени. Он, ребята, смотрел бета-тест. Он смотрел все файлы бета-теста, и смотрите, что он там нашел. Он там нашел вот такие вот строчки. Первая строчка «Не убивайте своих». Это означает то, что в матчмейкинге можно будет стрелять по своим. И это, ребята, просто полный трындец, потому что я уже представляю, как на стриме мои подписчики меня убивают. Да, там тоже такое будет, и, скорее всего, за это будет кикать. Но это, ребята, не самое сладкое. Самое сладкое, что там нашли. Это голосовой чат. Мать его, голосовой чат. Я, ребята, сразу подумал, что охренеть, и написал разработчику лично. Говорю, «Дружище, приветик, так-то-так-то, будет ли голосовой чат?» На что он мне ответил, что они планировали добавить голосовой чат, но, ребята, к сожалению, не вышло, потому что там были какие-то проблемы с производительностью, и то, что это старое обновление, которое они просто не закончили до конца. Поэтому, ребята, я вам скажу так, то, что, в принципе, голосовой чат, он возможен. Но, его надо доделать, и чтобы не было никаких проблем с производительностью. Ну, а так, большое спасибо за инфу моему подписчику. В данном видео постарался рассказать только самое интересное. Я мог рассказать еще много-много всего, но я не хочу вам просто кидать пыль в глаза. Поэтому, ребята, я вам рассказал только самое интересное. У меня к вам есть только одна просьба. Поставьте вы, черт возьми, этот долбанный несчастный лайк, и подпишитесь на мой канал. Мне реально будет очень приятно. Также, напишите в комментариях, что из всего перечисленного вы ждете больше всего в обновлении 0.1.0. Ну, а с вами был Кент, пока. Всем удачи, и всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok